Мечта многих генетиков и футуристов, да и нас с вами, связана с возвращением исчезнувших видов. Ведь что может быть прекраснее, чем застать момент условного течения времени вспять, вернув те виды животных, которым по задумке природы жить уже не дано? Возможно одно из моих предыдущих видео говорит немного об обратном, но все же, может быть это игра в бога, а может шанс на бессмертие. По крайней мере в довольно противоречивой и сложной форме. Не так давно ученые проводили эксперимент на ДНК крыс Острого Рождества. Эксперимент показал, что часть генной цепочки пока не поддается восстановлению, несмотря на все усилия. Дело в том, что по мере развития вида часть ДНК видоизменяется настолько, что утрачивается практически навсегда. Или пока еще не существует способов, которые помогли бы воссоздать ген даже небольшого грызуна в 100% схожести с исходником. То есть итоговая работа ученых в этом плане скорее выглядит как нечто, созданное по мотивам на основе уже имеющегося генетического материала, чем представляет собой реальное возрождение исчезнувшего животного. Хотя восстановление цепочки ДНК может показаться занятием не таким уж и сложным, напомню, что только 1% генома человека отличается от генома шимпанзе. Однако, несмотря на то, что точное воспроизведение цепочки ДНК будет невозможно, выведенные виды смогут заменить старые, уже исчезнувшие с лица Земли. А какие именно, сейчас узнаешь. Сейчас тебе может показаться, что речь идет скорее о фантазиях, чем о реальных историях, но это не так. Мамонтов действительно хотят вывести для поддержания экосистемы в условиях вечной мерзлоты. И похоже, что скоро это событие может произойти в действительности. В настоящее время некоторые американские исследовательские группы изучают, насколько будет возможен перенос генов, отвечающих за устойчивость к холоду. И, конечно, саму возможность переноса таких генов родственным мамонтам-животным слонам. Исследователи уже получили около 15 миллионов долларов для того, чтобы доказать, что чудеса генетики возможны. Как я уже говорил в начале видео, ученые не смогут воссоздать мамонта, который жил когда-то. Но вполне могут смоделировать существо, которое больше будет напоминать мамонтов, чем те же слоны. Возможно, это видео как раз и является подтверждением проделок ученых, и мамонты уже вовсю топчут свои когда-то утерянные земли. А возможно, это просто фейк, ведь кадры из этого ролика, мягко говоря, не лучшего качества. Совсем недавно австралийская группа ученых заявила, что планирует воссоздать тасманийских волков, или, как еще по-другому их называют, тилоцинов. Для этого им понадобится дынка сумчатых мышей. В начале ученым придется восстановить геном вымершего тсилоцина, после этого сопоставить его с геномом сумчатой мыши. Считается, что они ближайшие родственники. Затем мы возьмем живые клетки у нашей мыши и отредактируем их ДНК на всех участках, где оно отличается от ДНК тсилоцина. По сути, мы переделаем клетку мыши в клетку волка, объяснил генетик Эндрю Паск. Затем с помощью репродуктивных технологий из отредактированных клеток создадут эмбрион. Его поместят в искусственную матку или имплантируют в организм суррогатной особи, той же жирнохвостой мыши. Она намного меньше тилоцина, но все сумчатые рождаются крошечными, иногда размером с рисовое зернышко. Теоретически, мышь вполне сможет выносить детеныша волка. Исследователи верят, что это возможно, и планируют представить первые результаты не через год, как ты мог подумать, а через 6-10 лет. Изначально этот вид волков был распространен по всей Австралии. Однако, примерно около 3000 лет назад, их численность значительно сократилась, равно как и территориях обитания. Затем, руками человека, этот вид был почти полностью истреблен. Последний тилоцин умер в стенах зоопарка Тасмании в 1936 году. Все еще считаешь, что клонировать вымерших животных невозможно? Технически, это уже выполнено. Недавно, перенейский козерог стал первым воскрешенным из небытия животным на целых 7 минут. Клонированный зародыш, содержавший реанимированную ДНК последнего известного перенейского козерога, успешно появился на свет после имплантирования в утробу домашней козы. Хоть козерог и погиб через 7 минут после рождения из-за проблем с легкими, это научное достижение гарантирует неизбежность воскрешения вымерших видов. Последним известным перенейским козерогом была самка по имени Целя, погибшая вследствие падения с дерева в 2000 году. Именно ее ДНК использовалась для создания недолговечного клона. Открытие палеонтологов свидетельствует, что эти птицы из семейства голубиных застали мамонтов. Самым древним останкам не меньше 100 тысяч лет. Странствующие голуби пережили достаточно, климатические изменения и вымирание мегафауны. Обитали они исключительно на территории Северной Америки, то есть были эндемиками. Ученые предполагают, что до 17 века, пока не началась колонизация североамериканских земель, популяции этих птиц исчислялись миллиардами особей. Поселенцы, распробовав нежное мясо странствующих голубей, стали массово их истреблять. Свою роль в исчезновении вида сыграла и масштабная вырубка лесов, в которых гнездились пернатые, а также уничтожение главной голубины еды – американских каштенов. К началу 20-го столетия в природе этих птиц фактически не осталось, а в 1914 году умерла последняя голубка по имени Марта, жившая в зоопарке американского города Цинциннати. Сейчас в Калифорнии независимая научно-исследовательская организация Revive and Restore, созданная с целью воскрешения исчезнувших видов, трудится над клонированием странствующего голубя. Для основателя организации эволюционного биолога и эколога Бена Новака это приоритетный проект. Первый особь он обещает предъявить миру уже в 2025 году. При виде зубов этого легендарного и когда-то опасного представителя кошачьих плестоценовой эпохи начинаешь сомневаться, стоит ли вообще воскрешать саблезубых кошек. Тем не менее, они определенно являются многообещающими кандидатами. Они не только вымерли сравнительно недавно, около 11 тысяч лет назад, но и их ископаемые останки сохранились до наших времен, благодаря морозной среде обитания, в которых они когда-то жили. Некоторые поврежденные образцы были добыты и из древних залежей смолы. Вполне вероятно, что через лет 10 мы с тобой сможем лицезреть этого четвероногого, но не друга. Эта птица со звучным именем имеет еще одно название Дронт. Выглядела птица действительно довольно мило и безобидно. Скорее всего, это одна из самых грустных историй, поскольку погиб этот вид из-за отсутствия инстинкта самосохранения, так как в их среде обитания не было естественных хищников, которых они могли бы опасаться. Как и странствующие голуби, Дронты вызывали у поселенцев чисто гастрономический интерес, о чем свидетельствуют сохранившиеся записи в судовых журналах и дневниках. Птица эта настолько крупная, что за раз мы не могли съесть ее целиком, остатки мяса приходилось засаливать. Не то седовал, не то радовался моряк Уильмом Ван Уэззамен. Дронты и правда были крупными, высота некоторых особей достигала метра, а вес 17 килограмм. Истребили этих птиц быстро, ведь они были легкой добычей, не имели естественных врагов и близко подпускали людей. Поспособствовали исчезновению и завезенные моряками домашние животные, собаки и свиньи, которые вырошили гнезда дудой и лакомились их яйцами. Согласно современным исследованиям, последние особи маврикийского Дронта погибли в конце 17 века. В начале нулевых британские и американские ученые под руководством молекулярного биолога и генетика профессора эволюционной биологии Бета Шапира занялись расшифровкой генома Додо. Работы ведутся на базе Оксфордского университета. В качестве биоматериала используются высушенные головы Додо из коллекции Оксфордского музея истории природы. Пока ученые лишь частично восстановили ДНК птицы и начали сличать ее гены с ДНК современных пернатых, потенциальных родственников Дронта. Это важно, ведь восстановить вид можно только внедрив его гены в яйцеклетку живого организма из общего семейства. Если материала ДНК будет достаточно, то птицы смогут снова радовать нас с тобой своим видом. Конечно, хотелось бы воссоздать еще дофигища животных, которые вымерли по тем или иным причинам. Было бы неплохо увидеть, например, снова в строю квагу, которая всем своим видом показывает, что это зебра с Алиэкспресс. Но это только на первый взгляд, ведь этот вид действительно по-своему прекрасен. А какого вымершего животного хотел бы увидеть именно ты? Пиши в комментариях. И путем лайков мы узнаем, какое животное стоило бы воскресить в первую очередь. Пока!